В гостях у Ирины наша съемочная группа уже не в первый раз. Но как только попадая в это царство цветов, всплеск оптимизма, настроений, позитива, женщины к цветам неравнодушны. Если нужен повод порадовать любимую, он очевиден. К первому празднику весны – тюльпаны. В числе известных и новые сорта. Мы, конечно же, каждый сезон берем новые сорта, потому что как-то планка ставится самим себе, не оглядываясь на кого-то, а самим себе. То есть эти сорта, допустим, раз, два, три, мы уже сажали в этом году. Обязательно надо в следующем году попробовать 10-15. Как правило, новые сорта – это где-то процентов 40 ассортимента. В этом году новых сортов порядка 30. У каждого свои достоинства и плюсы. Один красив своим цветом, второй сложен, стройный, как на картинке нарисованный. У другого очень хороший оттенок. Третий очень красиво стоит, долго стоит. Мы поставили себе задачу сделать выгонку как можно ближе сбора урожая к 8 марта. Весь период цветения тюльпана, он достается купившему. То есть у нас уже есть отзывы. Наши тюльпаны стоят неделю, это точно. А если поставить тюльпаны в прохладное помещение при температуре 14-16 градусов, цветы простоят и месяц. Мне тюльпаны очень нравятся, говорит Ирина. Тюльпан – один из самых достойных и недорогих цветков. Стараемся выбрать такую ценовую политику, чтобы наши мужчины не вели себя вызывающе, гордо таща одну розу. Вот одну розу. Ну возьмите много тюльпанов. Ведь женщине одна роза. Ну не хуже, конечно же, да. Но как-то вот более презентабельно, скажем так, преподнести все-таки шикарный большой букет. Поэтому мы стараемся, чтобы у нас была сбалансированная ценовая политика, оглядываясь на нашу окружающую реальность. Продолжая тему праздника, Ирина отметила, что актуальны и цветы в горшочках, в ассортименте. Мы вырастили ценерарию. То есть мы сейчас ведем, она пока что набирает только бутоны. Мы надеемся, что она покажет свой цвет ближе к 8 марта. Она горшечная, домашняя культура. Да, и, конечно, если возможность есть, для того, чтобы она подцвела подольше, ей надо прохладнее. Но у нас есть отзывы, что она и на следующий год у людей сохраняется. Примула мы выгоняем тоже к 8 марта, но она с ней можно проще. Она отстояла какое-то время отцвела, из-за того, что ее в тепле все хранят, другого варианта не получается. Делится куст, и если листья касаются соседних, она выпривает, вымокает, то есть она не терпит соседства никакого. Если в августе рассадить ее в ряд, чтобы они не касались друг друга, то по весне, скорее всего, она выйдет и будет цвести не один сезон. Но на следующий сезон придется рассаживать снова. Если для нас праздники, то для Ирины горячие дни. Сезон для цветоводов начинается практически не заканчиваясь. Отпуск только месяц, с середины сентября до середины октября. Далее семена, заказ продукции, луковичные цветы и так по нарастающей, чтобы к первому весеннему празднику в вашем доме были только свежие цветы. Заказ цветов по телефону, которые видите на своих экранах, получить сможете в любое удобное для вас время. Форма оплаты любая. Ольга Усова, Андрей Щербаков, Область новостей.